Добрый день, уважаемые коллеги! Ну и изменением структуры ожирения в пользу увеличения массы тела пациентов. Ожирение, в частности, является одним из факторов риска ряда онкологических заболеваний. Также вносит значимую лепту в коморбидности данных пациентов. Я бы хотел посетить свой доклад ряду тем, как профилактика инфекционных осложнений, коррекция профилактики развития телектазов и затронуть вопросы протективной вентиляции лёгких данных пациентов. Это тот редкий случай, когда мы уже на этапе индукции имеем пациента с высоким риском аспирационных осложнений ввиду его уже исходных анатомических особенностей. Стоит отметить, что общая анестезия отрицательно влияет на тонус дружно-кишечного тракта вне зависимости от положения данных пациентов на операционном столе. Мы с вами привыкли, что интубация трахея является золотым стандартом профилактики аспирационной понимании. Но при накоплении данных мы приходим к выводу, что стандартные трубки, к сожалению, не обладают безопасными условиями герметизации. Лишь применение специальных интубационных трубок или дополнительного геля улучшают характеристики для профилактики микроаспирации в интерперационном периоде. Мы не обращаем внимания на то, что при аспирации содержимого трахеобронхиального дерева при применении аспирационных катетеров большого диаметра на дистальном конце интубационной трубки и будет создаваться значительное отрицательное давление, что будет ухудшать проблему с микроаспирацией в интерперационном периоде. Поэтому более целесообразно использовать катетеры более малых размеров. К примеру, дезинфекция полости рта в рамках профилактики ВАП была неоднозначна. С одной стороны, применение дезинфицирующих препаратов уменьшило количество пневмонии и уменьшило время проведения искусственной вентиляции. и время нахождения в отделении реанимации, но никак не повлияло на смертность данной категории пациентов в метаанализе. А вот хорошая качественная гигиена полости рта показала положительные результаты и повлияла на процент выживаемости данных пациентов. Надо помнить, что обязательно только полная декороризация будет профилактировать возможный риск аспирационных осложнений. Обязательным протоколом для данных пациентов будет декороризация желудка с целью декомпрессии, с целью эвакуации желудочно-содержимого и перед экстубацией. Обязательная процедура – это санация полости рта. По итогу можно заключить, что именно применение специальных трубок катетеров более меньшего размера, постановки зондов и адекватной декороризации сможет в полном объеме уменьшить количество инфекционных осложнений в этой категории пациентов. Уже на первом этапе с целью профилактики от электазов и улучшения визуализации головы щели обязательно необходимо применение хелп-позиции. Дополнительная хелп-позиция позиционирования пациента на столе позволит дополнительно еще и увеличить период опноя. В интерпрессионном периоде применение положения шезлонг и ПДКВ компенсирует дыхательное нарушение в этой категории пациентов. Обязательно применение положительного давления и ПДКВ у данных пациентов улучшает вентиляцию и снижает риски дыхательной недостаточности. Обязательно надо помнить, что ПДКВ это динамический показатель и требует обязательной коррекции при изменении каких-либо состояний в интерпрессионном периоде. Применение постоянного повышенного давления на этапе индукции в анестезию возможно как при спонтанном дыхании пациента при помощи АПЛ-ПИП клапана и плотного удержания маски, так и при ручной вентиляции с помощью мешка. Оптимальный ПИП у данной категории пациентов всегда является большой ареной для дискуссий. На данный момент можно адекватно сослаться на рекомендации и российского общества анестезиологов, и зарубежных коллег, что он будет значительно выше, чем у обычной категории пациентов, и в среднем рекомендуемый от 10. В ряде клинических исследований при попытке подбора оптимального ПИПа по импедансометрии при достижении в ряде случаев высоких цифр появлялись побочные эффекты данного режима в виде брадикардии и гипотонии, которые потребовали коррекцию вазопрессорными препаратами. На данный момент существует большое количество манёров по раскрытию альвеол. Из самых последних и рекомендуемых это этапное повышение ПДКВ до создания оптимальных показателей вентиляции. Именно применение манёвра рекрутмента и ПДКВ в большей степени влияет на снижение послеоперационной дыхательной недостаточности. Стоит ли нам менять показатели ПДКВ при наложении кардиопиритонеума? К примеру, наши швейцарские коллеги сделали интересную работу, при которой доказали, что повышение ПДКВ никак не влияет на внутрибрюшное давление. Тогда, если не ПДКВ, тогда что? Может быть, дыхательный объём? К сожалению, никакой значимой корреляции данные изменения не показали. При наложении кардиопиритонеума стоит сделать акцент на пациентов с центральным типом ожирения. За счёт особенностей расположения жировой клетчатки у них меньше податливость брюшной стенки и им требуется больше показателей внутрибрюшного давления для создания адекватных условий для проведения оперативного вмешательства. Один из современных трендов является снижение внутрибрюшного давления. Одним из пионеров были абдоминальные хирурги, которые при выполнении лапароскопических лицестоктомий уверенно доказали, что снижение внутрибрюшного давления уменьшает болевой синдром данных пациентов. На самом деле, всегда уже предвкушаю большой поток вопросов, как же так, как вы можете работать. В принципе, в нашем центре мы смогли договориться с хирургическими бригадами о снижении даже до таких показателей внутрибрюшного давления. Но достигаются данные цифры только коллективной работы, то есть адекватной релаксации, положение шезлонг, адекватный трендолинбург 28 и более градусов, применение хирургической службы специальных методов по фиксации органов малого таза и брюшной полости. Что касается безопасной вентиляции, то основными канонами будет являться уменьшение дыхательных объемов и частоты вентиляции. Что касаемо частоты вентиляции, данный термин крайне дискутабелен в отношении пациентов с ожирением. К сожалению, в ряде случаев, даже в условиях обычной жизни, данные пациенты привыкли к более высокой частоте дыхания. Так что лично наши рекомендации все-таки проводить искусственную вентиляцию данных больных с более высокой частотой от 14 как минимум. Именно режимы по давлению показали более оптимальные характеристики в соотношении дыхательного объема, комплайнса и пикового давления. Но все другие режимы применимы и не уходят из клинической практики. Надо помнить, что допустимая гиперкапния для этих пациентов характерна при обычной жизни и как не влияет на количество постепрессионных осложнений после окончания операции. Так какой же все-таки нам выбрать режим? К сожалению, коллеги, на данный момент окончательного ответа на данный вопрос нет. Есть большое количество исследований и каждый исследователь будет говорить, что применение только его режима обеспечит оптимальную оксигенацию и снижение дыхательной недостаточности в послепрессионном периоде. Но по данным последних мета-анализов, значимых преимуществ между режимами, которые позволили выбрать бы среди них один, нет. Все же стоит отметить, что в большинстве клинических исследований предполагается, что режимы по давлению в сравнении с режимами по объемам имеют больше преимуществ. Так как поклонник альтернативных режимов вентиляции не мог пройти мимо моей любимой инверсии и других альтернативных режимов вентиляции, на самом деле тоже применение данных режимов с точки зрения мета-анализов спорны. В ряде случаев они показывали положительные эффекты, в ряде случаев нет. Из личной клинической практики могу сказать, что данные режимы применялись мной при индексе массы тела пациентов больше 50, при невозможности применить какой-либо другой режим для достижения дыхательного объема. Гиперкопния для данных пациентов оказывает больше умеренно, больше положительных характеристик, чем отрицательных. Резюмируя всю данную информацию, можно сказать, что более высокий уровень ПДКВ, позиционирование пациента в операционной, динамическое наблюдение за его характеристиками является основными компонентами решения данной проблемы. И самое главное, хотелось бы акцентировать, что только с помощью мультидисциплинарных команд ваших коллективов это возможно решить эту сложную проблему. Большое спасибо за внимание. Я надеюсь, данная информация была вам интересна и есть вопросы. Спасибо за внимание.